В трех водах топлино, в трех кровях купано, в трех щелоках варено. Чище мы чистого. Алексей Толстой. Хождение по мукам. Здравствуйте. Сегодня мы представляем вам новый проект телеканала Самаргиз, который называется «Читаем Толстого». И мы в самом деле будем читать Толстого, думать о Толстом, говорить о Толстом, но не только о нем. Не будем скрывать, этот проект мы приурочили к столетию русской революции, которую будем праздновать или отмечать, или как-то еще вспоминать в течение всего этого года. Революция осталась в прошлом, но революция продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока не подведены все ее итоги. Нам, разумеется, их тоже не подвести. Но мы попробуем сделать то, что в наших силах. Посмотреть на революционные события изнутри них самих. И помогут нам в этом Алексей Толстой и его роман «Хождение по мукам», написанный очевидцем тех исторических катаклизмов по их следам. Написанный ярко, талантливо, с любовью и сочувствием к человеку. Сегодня мы снова обращаемся к этому роману и его автору с вопросами, что делать, если час пробил и «Хождение по мукам» уже не миновать. Сторонний наблюдатель из какого-нибудь заросшего липами захолостного переулка, попадая в Петербург, испытывал в минуты внимания сложное чувство умственного возбуждения и душевной придавленности. Бродя по прямым и туманным улицам, мимо мрачных домов с темными окнами, с дремлющими дворниками у ворот, глядя подолгу на многоводные хмурые простор Невы, на голубоватые линии мостов с зажженными еще до темноты фонарями, с колонадами неуютных и нерадостных дворцов, с нерусской, пронзительной высотой Петропавловского собора, с бедными лодочками, с бесчисленными барками сырых дров вдоль гранитных набережных, заглядывая в лица прохожих, озабоченные и бледные, с глазами как городская муть, видя и внимая всему этому, сторонний наблюдатель, благонамеренный, прятал голову поглубже в воротник, а неблагонамеренный начинал думать, что хорошо бы ударить со всей силой, разбить в дребезги это застывшее разочарование. Еще во времена Петра I диячок из Троицкой церкви, что и сейчас стоит близ Троицкого моста, спускаясь с колокольни в потьмах, увидел Кикимору, худую бабу и простоволосую, сильно испугался и затем кричал в кабаке, Петербургу, мол, быть пусту, за что был схвачен, пытан в тайной канцелярии и бит кнутом нещадно. Так с тех пор должно быть и повелось думать, что с Петербургом нечисто. То видели очевидцы, как по улице Васильевского острова ехал на извозчике черт, то в полночь в бурю и высокую воду сорвался с гранитной скалы и скакал по камням медный император. То к проезжему в карете тайному советнику липнул к стеклу и приставал мертвец, мертвый чиновник. Много таких россказней ходило по городу. И совсем еще недавно поэт Алексей Алексеевич Бессонов, проезжая ночь на лихаче, по дороге на острова. Горбатый мостик увидал сквозь разорванные облака в бездне неба звезду. И, глядя на нее сквозь слезы, подумал, что лихач и нити фонарей, и весь за спиной его спящий Петербург, лишь мечта. Бред, возникший в его голове, отуманенный вином, любовью и скукой. Как сон прошли два столетия. Петербург, стоящий на краю земли, в болотах и пусторослях, грезил безграничной славой и властью. Бредовыми видениями мелькали дворцовые переворота, убийства императоров, триумфы и кровавые казни. Слабые женщины принимали полубожественную власть. Из горячих и смятых постелей решались судьбы народов. Приходили ражие парни с могучим сложением и черными от земли руками. И смело поднимались к трону, чтобы разделить власть, ложа и византийскую роскошь. С ужасом оглядывались соседи на эти бешеные взрывофантазии. С унынием и страхом вынимали русские люди бреду столицы. Страна питала и никогда не могла долста напитать кровью своею петербургские призраки. Петербург жил бурливо-холодной, присыщенной полуночной жизнью. Фосфорические летние ночи, сумасшедшие сладострасные и бессонные ночи зимой. Зеленые столы и шорох золота, музыка, крутящиеся пары за окнами, бешеные тройки, цыгане, дуэли на рассвете, в свисте ледяного ветра и пронзительном забывании флейт, парад войскам, перед наводящим ужас взглядом византийских глаз императора. Так жил город. В городе была эпидемия самоубийств. Залы суда наполнялись толпами истерических женщин, жадно внимающих кровавым возбуждающим процессом. Все было доступно. Роскошь и женщины. Разврат проникал всюду, им был как заразой поражен дворец. И во дворец, до императорского трона, дошел и, глумясь, издеваясь, стал шельмовать над Россией неграмотный мужик с сумасшедшими глазами и могучей мужской силой. Петербург, как всякий город, жил единой жизнью напряженной и озабоченной. Центральная сила руководила этим движением, но она не была слета с тем, что можно было назвать духом города. Центральная сила стремилась создать порядок, спокойствие и целесообразность. Дух города стремился разрушить эту силу. Дух разрушения был во всем. Пропитывал смертельным ядом и грандиозные биржевые махинации знаменитого Сашки Сокельмана, и мрачную злобу рабочего на старелетельном заводе, и вывихнутые мечты модной поэтессы, сидящей в пятом часу утра в артистическом подвале красные бубенцы. И даже те, кому нужно было бороться с этим разрушением, сами того не понимая, делали все, чтобы усилить и обострить его. То было время, когда любовь, чувства добрые и здоровые считались пошлостью и пережитком. Никто не любил, но все жаждали. И как отравленные преподали ко всему острому, раздирающему внутренности. Девушки скрывали свою невинность, супруги верность. Разрушение считалось хорошим вкусом, неврастения – признаком утонченности. Этому учили модные писатели, возникающие в один сезон из небытия. Люди выдумывали себе пороки извращения, лишь бы не проснуть пресными. Таков был Петербург в 1914 году. Замученный бессонными ночами, оглушающий тоску своим вином, золотой, беззлобой, любовью, надрывающими и бессильно чувственными звуками танго предсмертного гимна. Он жил словно в ожидании рокового и страшного дня. И тому были предвестники. Новое и непонятное лезло изо всех щелей. На самом деле на механическом заводе произошло следующее. В дождливый вечер, затянувший ветренными облаками фосфорическое небо, в узком переулке, вонючем и грязном той особенной угольно-железной грязью, какой бывают сплошь залиты прилегающие к большим заводам улицы, в толпе рабочих, идущих после свистка по домам, появился неизвестный человек в резиновом плаще с поднятым капюшоном. Некоторое время он шел вслед за всеми, затем остановился и направо и налево стал раздавать листки, говоря в полголоса от Центрального комитета. Прочтите, товарищи. Рабочие на ходу брали листки и прятали в карманные подшапки. Когда человек в резиновом плаще раздал почти все листочки, около него, сильно протиснувшись плечом сквозь толпу, появился сторож и, проговорив поспешно, погоди-ка, схватил сзади за плащ. Но человек, мокрый и скользкий, вывернулся и побежал. Раздался резкий свисток, в ответ издалека заверещал другой. По редеющей толпе прошел глухой говор, но дело было сделано, и человек в плаще исчез. Дня через два на механическом заводе неожиданно для администрации с утра не стал на работу слесарный цех и предъявил требования, не особо серьезные, но решительные. По длинным заводским корпусам, мутно освещенным сквозь грязные окна и закопченные стеклянные крыши, полетели, как искорки, неопределенные фразы, замечания и злые словечки. Рабочие стоя у станков странно поглядывали на проходящее начальство и в сдержанном возбуждении ждали дальнейших указаний. К полудню забастовал весь завод. Ходили слухи, что неспокойны и на Обуховском, и на Невском машиностроительном. Рабочие большими группами стояли на заводском дворе и ждали, к чему поведут переговоры администрации со стачечным комитетом. В это время по толпе прошел ропот и стих. В тишине у ворот раздался отрывистый командный голос. Господа, прошу вас расходиться по домам. Ваши просьбы будут рассмотрены. Прошу вас спокойно разойтись. Толпа заволновалась, двинулась назад в сторону. Иные отошли, иные продвинулись. Говор усилился. Орешников сказал. Третий раз честью просят. Кто это говорит? Есау. Товарищи, товарищи, не расходитесь, послышался взволнованный голос. Иззади Ивана Ильича на гору чугунного лома вскочил бледный возбужденный человек в большой шляпе с растрепанной черной бородой, под которой изящный пиджак его был заколот английской булавкой на горле. Товарищи, ни в коем случае не расходиться, зычно заговорил он, протянув руки с сожжатыми кулаками. Нам достоверно известно, что казаки стрелять отказались. Администрация ведет переговоры через третьих лиц со стачечным комитетом. Мало того, железнодорожники обсуждают сейчас всеобщую забастовку. В правительстве паника. Браво, завопил чей-то иступленный голос. Толпа загудела, оратор нырнул в нее и скрылся. Было видно, как переулку подбегали люди. Иван Ильич поискал глазами Орешникова, но тот стоял уже далеко у ворот. Несколько раз до слуха долетала. Революция, революция. Иван Ильич чувствовал, как все в нем дрожит, испуганно радостным возбуждением. Взобравшись на чугунный лом, он оглядывал огромную теперь толпу. И вдруг в двух шагах от себя увидел Акундина. Он был в очках, в кепке с большим козырьком и в черной накидке. К нему протиснулся господин с дрожащими губами в котелке. Телегин слышал, как он сказал Акундину. Идите, Иван Авакумович, вас ждут. Я не приду. Коротко зло ответил Акундин. Собрался весь комитет. Без вас Иван Авакумович не хотят принимать решение. Я остаюсь при особом мнении. Это известно. Вы с ума сошли. Вы видите, что делаете. Я вам говорю, с минуты на минуту начнется расстрел. У господина в котелке запрыгали губы. Во-первых, не кричите, проговорил Акундин. Ступайте и выносите компромиссное решение. Я в провокации не участвую. Черт знает, черт знает, сумасшествие какое-то проговорил господин в котелке и протискался в толпу. К Акундину боком пододвинулся вчерашний рабочий, снявший людей в мастерской Телегина. Акундин что-то сказал ему, тот кивнул и скрылся. Затем то же самое, короткая фраза, кивок головы, произошло с другим рабочим. Но в то же время в толпе предостерегающие закричали, и вдруг раздалось три коротких сухих выстрела. Сразу настала тишина. И приглушенный голос точно по-нарошному затянул. А-а-а! Толпа подалась и отхлынула от ворот. На разбитой ногами грязи лежал ничком с подокнутыми к животу коленями казак. И сейчас же пошел крик по всему народу. Не надо, не надо! Это отворяли ворота. Но откуда-то сбоку хлопнул четвертый револьверный выстрел. И полетело несколько камней, ударившись о железо. В эту минуту Телегин увидел Орешникова, стоявшего без шапки, с открытым ртом одного, впереди уже беспорядочно бегущей толпы. Он точно врос от ужаса в землю огромными сапогами. И одновременно полоснули, как удары бича, длинные винтовочные выстрелы. Один-два и залп. И, мягко осев на колени, повалился на возничь Орешников. Через неделю было окончено расследование происшествия на заводе. Иван Ильич попал в список лиц, подозреваемых в сочувствии рабочим. Вызванный в контору, он неожиданно для всех наговорил резкости администрации и подписал отставку.